Уважаемые любители рок-музыки, здравствуйте! Я в прошлый раз обещал вам рассказать о воинственности турецкой нации, что это хорошие воины, и вся их история, как и история человечества, это череда войн, это беспрерывная война, потому что многие думают, что естественное состояние человечества – это мир. Нет, ребята, естественное состояние человечества – это конкурентная драка, это беспрерывная война, и такой каламбурчик, понимаете? Естественное состояние мира – это война. Почему были войны бесконечные, и сейчас они продолжаются? Да потому что раньше один из главных способов производства, накопления богатств, это был захват чужих территорий, захват результатов чужого труда. Захватывали все, все воевали, это был способ производства. Это потом уже появились более мирные способы производства. Ремесло, ну вернее как, параллельно они развивались. И ремесло, и сельское хозяйство, все равно с основным был захват чужих территорий, захват чужого труда, сделанного чужим трудом, и заставление порабощенных народов работать бесплатно на захватчиков. В истории известные народы, наиболее воинственные, исторически подтверждено это. Какие, вот в моем понимании, воинственные нации? Ну если взять европейцев, это конечно же немцы. Это две мировых войны, они самые активные участники. А перед этим крестоносцы, которые грабили, шли крестом и мечом выжигать и грабить под оправдательным предлогом освобождения гроба господня. А перед этим это были варвары, германские племена, которые разрушили Римскую империю. Немцы, это хорошие воины, они умеют драться, они умеют воевать. И история показывает, что они действительно воинственная нация, несмотря на свою интеллигентность. Вот такая же воинственная нация и турки. И вся их история, предыстория, именно это подтверждает. Потому что они воевали беспрорывно. И даже их кровь, их генетическое начало тоже об этом говорит. Потому что Османская империя перед тем, как организоваться, сначала на эту территорию пришли турки-сельджуки из Центральной Азии, из Туркмении. Агузы, так называемые. Они проникали сюда тысячу лет назад. Захватили Персию, Армению, Сирию, Палестину. И держали здесь все в своих руках почти 150 лет. Потом они немного ослабли. И сюда пошли воины Чингисхана. То движение, которое Чингисхан начал захват территории и создание собственной империи. Оттуда пошли из Монголии, опять-таки из Центральной Азии пошли монголо-татары. Которые их вышибли, захватили. И было создано в 1253 году Канийское государство. Которое было турков-сельджуков. Но они уже были вассалами вот этих монгольских ильхамов. И вот это у них было вассальное положение. Вот этого Канийского султаната. И нарастало недовольство. Революционная ситуация назревала, если пользоваться терминологией Владимира Ильича Ленина. Вот. И в 1299 году они, как повторюсь, люди, жаждущие свободы. Которые умеют драться за свою свободу, независимость, за свои территории. И они восстали и под предводительством первого их султана, османа, который сам себя произносил султаном. Они освободились от этого вассального состояния. Подчиненности вот этим иранским ильхамам. Монгольским. И с тех пор империя стала называться Османской империей. И они перестали себя называть турками-сельджуками. Стали называть себя просто турками или османами. Такая вот история. И поэтому я вам это специально рассказал, для того, чтобы показать, что это воинственная нация. У них даже генетические корни оттуда идут. От этих наследников Чингисхана. А перед ними от турков-сельджуков, которые все время воевали и захватывали всех. И это все передалось сюда уже, в Османскую империю. В 1362 году к власти приходит султан Мурад I. Он опять продолжает захватнические усилия свои. Они осваивают здесь Армению. Нагорье Армянское начинает проникать в Малую Азию, захватывать ее все больше. И даже переходят уже, захватывают часть европейских земель. Которые они назвали Румели, которые уже находились за Мраморным морем. И перенесли даже столицу из Бурсы. У них вторая столица была Бурса. И они перенесли ее в Андрианополь. Это была болгарская территория. И вот эта их воинственность, бесконечные войны, нападения, захваты других территорий. Они все время совершенствовали свое воинское искусство. Помимо того, что просто захватывали. Это они совершенствовали. И в 1365 году они додумываются до того, чтобы создать и воспитать таких специальных воинов, янычаров. Ну, многие прекрасно знают, что это такое, что это за воины янычары. Но для тех, кто не знает, я расскажу. Вот эта Османская империя стала уже громадной. И на ее территории находились не только мусульмане, но там проживали и христиане, многие покоренные народы. И на Кавказе, и здесь уже в европейской части, и при Черноморской части. Там было и греки, это все были христиане. И поэтому, так как Османская империя стала могущественной, то они на христианское население наложили специальный налог. Девширме он назывался. В переводе называлось налог кровью. Что это означало? Они заставили всех христианских жителей, своих малолетних детей, мальчиков, отдавать как в виде налога на воспитание туркам. Те их сначала помещали в турецкие семьи, где их вначале просто приучали к рабской покорности, заставляли забыть свое родство, свои корни, заставляли говорить только на турецком языке и воспитывали в них ненависть к своим сородичам бывшим, к христианам. Потом по мере подрастания их передавали уже в войска, этих мальчиков. И там этих мальчиков продолжали обучать уже владению оружием, обучать их воинской технике всякой, воинской смекалке. Воспитывали в них смелость и опять-таки в них культивировали ненависть к киноверцам, к тем, кем они были по своему рождению. И поэтому эти янычары стали элитой турецкой армии. По тем временам это было очень круто. Они были безжалостные и смелые. Их бросали на самые прорывные участки, и они всегда побеждали. Вот. Я просто вспоминая про янычаров, я, конечно же, и вспоминаю про Манкуртов. Манкурты – это персонажи из произведения Чингиза Айтматова, нашего великого писателя, из романа «И дольше века длится день», где он рассказывал о одном воинственном племени, которое называлось Джурджани. Они что делали? Они захватывали тоже территории и точно так же забирали людей, только уже не мальчиков. Они забирали взрослых людей, и превращали их в рабов. Как они это делали? Они зарезали верблюда, ну, потом его с него что-то готовили. А вот эту шкуру, которая на шее, шейная шкура, она такая вот круглая, они ее резали на куски, надевали мокрой в кровищ, на голову человека брили, надевали, натягивали на нее этот кусок шкуры шейной части верблюда, связывали руки и ноги, надевали колодку на шею, чтобы он не мог содрать эту шкуру об землю. И потом их забрасывали в пустыню, в раскаленный песок. И держали там несколько дней. Они там не могли шевелиться. И вот эта шкура, она высыхала, кровь высыхала, она ссыхалась. А плюс к тому же росли волосы после бритья. И они врастали в эту шкуру, и врастали еще назад в сам лысин человека. И это сжималось, это доставляло жуткие боли. Плюс отсутствие воды, жажда. Они сходили с ума там. Захватчики, чурджане. Они потом через 2-3 дня приходили, и те, кто выжил, те, кто не сошел с ума, они сдирали эту шкуру и забирали. И они становились абсолютно покорными рабами. Сейчас это используется журналистами, публицистами. Вот это выражение «манкурт», человек, забывший свою родню. Это были идеальные рабы. Ну, это я аналогию провожу с янычарами. Янычар, конечно, не так воспитывали, по-другому, но результат был тот же самый, практически. Но вернусь к захватническим войнам. Поэтому турки не успокаивались. Они уже захватили Малую Азию, но Византийская империя сопротивлялась. Но все равно они с ней воевали беспрорывно, и в 1453 году они захватывают Константинополь, столицу Византии, и переименовывают его в Стамбул, и делают своей столицей, уже переносят из Андреанополя, уже в Стамбул. И продолжили свои захватнические войны далее. То есть, я повторюсь, это войны настоящие, умеющие воевать и жаждущие этого. У них был такой султан Селим I Грозный. Он был девятым султаном Османской империи. И он в начале 16 века опять пошел еще дальше. Начал захватывать Сирию на юге, Аравию сюда вот к юго-востоку, и Египет в Африке. Он это все захватил. То есть, вот так вот я вкратце вам рассказал о тех войнах, которые они вели беспрерывно. Такие самые заметные захваты, самые заметные исторические факты. Но я хочу рассказать и, конечно же, о русско-турецких войнах, которые тоже очень длительный период шли. Они начались в середине 16 века и тянулись аж до 1918 года, до окончания Первой мировой войны. То есть, более 350 лет Россия была в состоянии войн с Турцией. Только чисто военных действий было 69 лет. И разрывы между войнами колебались в среднем в 25 лет. С каждых 25 лет была новая война с турками. Первая была в 1572 году, когда князь Серебряно-Оболенский отбил турок от Астрахани и сделал окончательно по Волжье нашей русской территорией. Но русско-турецкие войны были не только в пользу России. Они были с переменным успехом. То наши побеждали, то турки. То наши захватят, то турки назад отвоюют. И так далее, и тому подобное. В 1678 году турки захватили Чигирин и правобережье Днепра. Захватили там, назначили своего гетмана. По-моему, Юрия Хмельницкого. Он там был гетман. Или Дорошенко. Я сейчас, честно, не вспомню. В 1696 году, уже при Петре I, был нашими взят Азов. Турецкая крепость. Тогдашняя. Но в 1711 году Петр I не смог удержать Азов. И опять турки его забрали назад. То есть, а такой переменный бы успех был. В 1736-37 годах наш военачальник, генерал-фельдмаршал Бурхард Миних, взял Перекоп и опять взял Азов. В 1769 году генерал Голицын взял Хотин и мы вышли к Дунаю, к Устью Дуная. Это было очень важно. Почему шли эти войны? Да потому что Россия пробивала себе коридоры торговые, выходы к морям, к Балтийскому, к Черному морю. Ну, к Северному у нас оно всегда было за нами. Но, тем не менее, и там воевали тоже со шведами. Поэтому вот почему была причина этих войн. Нужно было пробивать коридоры торговые, чтобы мы могли богатеть. Вот. В 1770 году граф Орлов же ставленник Екатерины Второй. Он возглавил эскадру и победил, уничтожил турецкий флот в Чесменском сражении. В 1853 году началась Крымская война знаменитая, где уже объединились Англия, Франция и турки, чтобы опять отбить у нас Крым. И у них это получилось. Хотя в начале эскадра наша под руководством вице-адмирала Нахимова разгромила турков в бухте Синопа. Но впоследствии мы проиграли войну. И отголоски этой войны были слышны на Камчатке. Мы вам рассказывали, когда были на Камчатке, что там англо-французская эскадра напала на Петропавловск-Камчатский и пыталась его захватить. Но наш генерал-губернатор Василий Степанович Завойко сумел организовать оборону. И мы разгромили там этих англо-французских захватчиков в 1854 году. Поэтому пришлось вернуть и Устье Дуная, и Бессарабию туркам опять. Ну и потом, следующий уже в 19 веке пошли войны дальше, к концу 19 века. В 1877-78 годах наши обуреваемые с чувством справедливости и желанием помочь братьям-христианам ввязались в войну с турками, которые уничтожали и гнобили болгар. И наши туда пошли выручать братушек так называемых. И разгромили турок при плевне. И даже в Москве, в Китае-городе стоит памятник героям плевны, которые болгар спасли от уничтожения от геноцида. Ну а вы ж помните, что братушки потом били нам все время в спину. В благодарность. Они и в Первой и во Второй мировой войне были на стороне, там на стороне Кайзера, а там на стороне Гитлера. В 2004 году вступили в НАТО. В 2012 году взяли, отказались от строительства атомной электростанции Белинэ. И взяли, отказались от строительства Южного потока, хотя наши уже продолжили огромное количество трупов по дну Черного моря. Вот такие вот братушки. Я надеюсь, что наше правительство, наше руководство больше не будет братушек выручать кровью нашей, поливать их земли. Пускай сами за себя воюют. В 1771 году князь Василий Долгорукий захватил Крым. В 1787 году фельдмаршал Потемкин захватил Очакал. То есть мы на цель направленно пробивались к Черному морю при Екатерине Второй. В 1789 году фельдмаршал Суворов вместе с австрийцами, объединенная была армия, они разгромили турок при Рымнике. Знаменитое название Рымник, но знаменитое, но люди уже не помнят, что это такое, а знаменитое оно тем, что после этого высочайшим повелением императрицы Екатерины Второй он стал графом Суворов-Рымникский. И в том же 1789 году Суворов берет крепость Измаил, про которую турки, я вам напоминаю, это известная фраза, турки говорили, что скорее небо упадет на землю, чем русские возьмут Измаил. Но они не знают, кто такой Суворов. На него преград не существовало, потому что он не проиграл ни одного сражения. Ему не просто так происходили в этом звании генералиссимуса. Поэтому наши забрали Измаил и опять полностью забрали Устья Дуная, выход к Черному морю через Дунай. В 1790 году контр-адмирал Ушаков разгромил турок на море. Вот. В 1811 году, в преддверии войны с французами, а турки хотели присоединиться к Наполеону, фельдмаршал Кутузов разгромил их тоже там на территории Бессарабии. Мы забрали к себе Бессарабию, которая как раз и промыкала к Дунаю. И Османская империя закончила свое существование в проигрыше в Первой мировой войне, которая тянулась с 14 по 18 год. Турки в ней приняли самое активное участие, и русские опять там с ними схватились на Кавказе. И вначале наши захватили Эрзерум и Трапезунд, но потом у нас случилась революция, и нам пришлось это все бросить в России. И опять это все отошло к туркам. Но прекратила существование и сама Османская империя. И многие историки, я считаю, что очень обоснованно говорят, что Османская империя прекратила свое существование именно из-за того, что так долго и настойчиво воевала с русскими. Именно эти войны русско-турецкие ослабили Османскую империю и привели к ее истощению и развалу. Это я к тому, что с русскими не надо воевать. Это всегда все кончается плохо, уважаемый любитель Рукбутский. Но турки все равно не успокаиваются. Я вам напоминаю, что в 2015 году они сбили самолет наш, бомбардировщик Су-24, над Сирией. Это раз. Мы извинялись потом долго перед Путиным и перед Россией. Катапультировался. Там штурман и пилот, штурман выжил, а пилота боевики расстреляли в воздухе прям. И в 2016 году один полуумный убил нашего посла в Турции, Андрея Карлова. Поэтому нам расслабляться никак нельзя, когда мы общаемся с турками. И хотя сейчас мы находимся здесь на отдыхе и проезжают 100 миллионов людей, нам не стоит забывать, что у нас с ними очень большая история военных столкновений. И я напоминаю вам члены НАТО с 1952 года. Хотя они сейчас и закупают наше оружие, ведут себя самостоятельно, но, повторюсь, нам расслабляться нельзя. Мы, русские, должны быть всегда на чеку. Потому что у нас богатая страна, много людей, хочет что-то откусить. А Владимир Владимирович хорошо сказал, зубы повыбиваем всем, кто попытается что-то откусить. Вот так вот. Ну, несмотря на вот эту колоссальную историю наших войн взаимных, я хочу пожелать и России, и Турции лучше друзьями быть, дружить и богатеть вместе. Мы им сейчас строим атомную электростанцию, мы им подвели газ, они здесь нас встречают гостеприимно, здесь можно прекрасно отдохнуть, дай Бог, чтобы мы дальнейшая наша история, взаимоотношения была мирной. Вот, вот так вот. Такой тост я произнесу без чарки. Ну, я ж не пил, вы знаете, я в сухую произнес тост за мир между Турцией и Россией и взаимное выгодное сотрудничество. из жизни русской профессуры из жизни докторов наук истории вам без цензуры расскажет рокер Волощу 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 retoфires